МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такое необычное словосочетание. Эксперт по открытым данным и цифровому городу. Сергей, добрый день. Всем привет. Достаточно молодой человек. Я ожидал увидеть какого-нибудь бородача, как это сейчас принято модно. Он вполне мог бы отрастить город. Все впереди еще, да? Просто у него собственный тренд. Наталья Кисель, пиар-менеджер автономной некоммерческой организации информационная культура. Наталья, добрый день. Здравствуйте. И Николай Плюснин, консультант офиса инициативного бюджетирования. Тот человек, которому мы, собственно, должны благодарить за то, что эти люди сегодня у нас в городе и в нашей студии. Добрый день. Добрый день. Совершенно верно. 25 сентября. Это сегодня, вот как раз в 10 часов, на улице Свободы 47 стартовал семинар по этому поводу. У нас сейчас 12. Он закончился уже, Николай? Он закончился. И вы сразу к нам. Да, прямо к вам. Замечательно. Тогда, пожалуйста, Николай, я так понимаю, что не без вашего участия наши гости приглашены были на этот семинар. Пожалуйста, с какими целями вы пригласили ребят в Киров? У нас цели, собственно, одна. Есть новая тема «Открытые данные». Она уже знакома многим чиновникам. Их заставили этим заниматься. Как это полезно для общества? И почему НКО этим должны заниматься? И могут ли этим заниматься? И как это делать? Собственно, вот об этом я пригласил тех людей, кто, по моему мнению, сегодня в России заниматься этим наиболее профессионально. Я, может, про других не знаю. Собственно, поэтому... Но в этих уверен. Да, в этих, да, абсолютно уверен. У нас в Кирове уже есть примеры вот такой деятельности. Открытых данных, формирования, я имею в виду социально-ориентированных коммерческих организаций. Если брать именно Киров как отдельный регион, у которого есть что-то свое, есть небольшие попытки того, что делает и Брам Виталий, в свои переводы деятельности по дорогам, по голосованию в ОЗС, когда он это переводит в графику, когда переводит какие-то понятные вещи. Это, собственно, вот это тоже... Это и есть открытые данные. Да, именно перевести то, что есть, условно, какие-то цифры и факты, в понятную вещь для человека, почему это ему должно быть интересно. Я как раз хотела Сергея попросить в двух словах просто очень объяснить нашим слушателям, что такое открытые данные. Журналистика данных, да? Ну, здесь как раз именно самая главная речь – это отличие каких-то презентаций и отчетов от исходных данных. То есть, когда у нас есть какие-то готовые презентации, из них очень тяжело сделать какой-то новый продукт. А когда, например, государство или организация делятся данными исходными, то это открывает новые возможности, там, не знаю, создавать журналистские материалы, что, собственно, является журналистикой данных, или создавать приложения, сервисы. Ну, то есть, вот я часто привожу пример, например, рейтинг топ-500 школ есть в России. Министерство образования его делает каждый год, и у них есть возможность либо сделать рейтинг топ-500 школ, который, по сути, там, ну, войдет туда пара школ, там, из города. По ним очень тяжело, например, оценить, там, не знаю, соседнюю школу и так далее. А если бы Минобор, например, открывал все данные о школах, там, результаты ЕГЭ, Олимпиады, там, инфраструктуру, то это уже позволяет не просто сделать рейтинг топ-500, это позволяет делать сервисы, позволяет делать какие-то региональные рейтинги, позволяет, там, приложение мобильное и так далее. То есть, это такой подход, когда не нужно создавать какие-то продукты, типа рейтингов или отчетов, просто раскройте людям данные, и там бизнес придет, НКО придет, и журналисты, и сами в них разберутся и сделают что-то полезное. Есть что дополнить, Наталья? Пример свой, может быть, привести? Мы, на самом деле, в этом году запустили большой проект данный НКО «Портал», и в том числе рассказывали на семинаре сегодня про него. Когда начали анализировать ситуацию с некоммерческими организациями, вообще, как открытость некоммерческих организаций сейчас представлена, мы поняли, что многие, в общем-то, уже собирают данные, проводят исследования, получают грантовое финансирование на эти исследования, но не делятся этими данными, не происходит обмена внутри некоммерческого сообщества. К чему это ведет? К тому, что, допустим, одна организация получила грантовое финансирование, через два года приходит другая и просит наточить такой же проект, снова грантовое финансирование, и сложно отслеживать, дублируются они в своей работе или нет. Поэтому мы пытаемся запустить этот процесс, в том числе сделали платформу, на которой некоммерческие организации могут делиться своими исходными данными. Николай, когда Вы приглашали на сегодняшний семинар представителей НКО, у них тоже возникали вопросы, зачем, собственно, нам это нужно? Конечно, возникали. И больше того, они пока вообще искренне не понимают, что такое открытые данные. Я Вам скажу, что и мы не всегда понимаем. Поэтому сегодня был такой, как сказал Сергей, нужно зерно заранить. Вот если мы его не положим, оно точно не вырастет. Сегодня некая попытка его положить на хорошую почву и показать, что да, завтра или послезавтра оно точно вырастет, и это пригодится. Потому что если сегодня об этом не знать, завтра будет гораздо хуже. У меня вопрос, а почему бы госорганам в том числе не перерабатывать эти данные, не публиковать ту же самую инфографику, разжевывать это все? Это с каким-то умыслом делается? Или что? Сергей, ответьте, пожалуйста. Я думаю, что как раз здесь суть в том, что гораздо эффективнее раскрывать, потому что часто госорганы не очень понимают спрос на определенные продукты и так далее. И, по сути, наверное, не надо на них эту задачу перекладывать. То есть достаточно, пожалуйста, выложите данные, а потом придут некоммерческие организации, журналисты, и они гораздо лучше понимают, что их аудитории нужно и бизнесу. И если это реально нужно, они начнут создавать какие-то продукты на основе этих данных, гораздо более отвечающие потребностям общества. Ну, опять же, пример для Кирова, наверное, сейчас будет знаком. Мы недавно запустили карту ДТП в Кирове. И это как раз пример, когда ГИБДД выложили данные, но они выложили их в формате, знаете, для чиновников, сравнить, там, не знаю, какой регион лучше или район. А с аналогичным периодом прошлого года. Да, да, да. То есть вот эти, да, да, да. А, например, обычным жителям понять, не знаю, какой перекресток опасный, или там ребенку тяжело там до школы дойти, или там опасная дорога, где он переходит или нет. Таких данных, ну, эти данные есть на сайте КИБДД, но их посмотреть очень тяжело. И поэтому мы эти данные выкачали, да, и перестроили сервис так, чтобы он работал, например, для обычных жителей, был полезен там водителям, родителям. И вот в этом как раз и суть, что когда госорганы сами создают проекты, они вот часто вот не очень удобно это делают, не очень... И поэтому давайте лучше вы будете выкладывать данные, а мы там уже сами попробуем что-нибудь с ними сделать. Такой подход, если говорить всю суть открытых данных, как бы вот именно подход открывайте, а общество там само уже разберется, кому что интересно и делать что-то будет. Как давно вы этим занимаетесь и с чего все начиналось? Я занимаюсь где-то три года этим. Начиналось с того, что я просто учился в магистратуре и занимался как раз открытостью государства, и вот изучал как раз тему, такой новый поворот именно, что нужно не просто государству быть открытым, там, какие-то отчеты писать, а именно что государству нужно быть открытым в сторону кого-то IT, то есть чтобы все эти сервисы создавать, их нельзя на отчетах создавать. А вот на основе данных можно, и я начал изучать, насколько у нас открыты разные министерства, насколько разные темы освещены, например, в этих же данных, потому что это на самом деле очень много возможностей. Но ведь это же огромный поток информации, сумасшедший объем. Ну, я бы не сказал как раз, то есть несмотря на то, что в России очень хорошо дела обстоят на самом деле с открытыми данными, с финансовыми, например, госконтракты доступные и так далее, то есть не обязательно в смысле их прям анализировать, просто ты смотришь, что открыто и изучаешь, там, не знаю, если говорить про министерство, там, министерство финансов у нас открыто, не знаю, во много раз лучше, чем министерство образования, хотя как бы по логике должно быть наоборот, например. Такие различные есть отклонения. Есть примеры конкретных результатов вашей работы, когда труды были действительно использованы во благо, и это основа для чьей-то успешной деятельности? Ну, если говорить про те же открытые финансовые данные, то очень много бизнеса, например, строится на открытых данных по госконтрактам, которые помогают, например, в тендерах участвовать организациям, например. Очень много социальных проектов, там, про школы, например, или про ДТП, которые берут данные. Какие еще можно... Вотум у тебя есть проект. А, да, есть вотум по данным, по политическим. Это проект, где мы собираем как раз результаты выборов, информацию о кандидатах, потому что зачастую информация, например, в неудобном виде на сайте ЦИКа хранится. Мы ее перерабатываем и генерируем автоматический инфографик на основе этих данных, чтобы журналистам было проще с этим всем работать. За что был осужден когда-либо? Да, да, это есть информация. Это всевозможное. Если говорить про НКО, то у нас есть... Скелеты в шкафу. Да, еще один проект, открытый НКО, где мы собираем информацию об источниках финансирования. То есть там уже мы не призываем некоммерческие организации делиться, а просто берем информацию, которая, в общем, опубликована и в удобной форме представляем. Можно найти какую-то конкретную организацию и посмотреть, какие госконтракты, какие гранты она получала и каковы источники ее финансирования. Вот такая попытка проанализировать рынок, потому что он огромный и не до конца понятно, что на нем происходит. Ну, это деятельность абсолютно законна. Да, я еще хочу просто спросить, а когда-нибудь сталкивались с противодействием? А давайте мы об этом после короткого перерыва. С чьей-либо стороны, да. У нас сейчас пауза. Хорошо. Продолжаем разговор. Мы говорим о том, как открытые данные могут помочь в работе социально ориентированных НКО. У нас в гостях Сергей Устинов, сооснователь агентства «Медиаган», Наталья Кисель, пиар-менеджер автономной некоммерческой организации «Информационная культура», Николай Плюснин, консультант офиса «Инициативное бюджетирование» Кировского. Вопрос, который задавал Володя до перерыва. Сталкивались ли вы с противодействием? В получении, собственно говоря, данных или в публикации? Ну, на самом деле, постоянно. То есть здесь, скорее, есть некоторые госорганы, которые, наоборот, положительно реагируют на, когда у них что-то запрашиваешь или предлагаешь что-то выложить, объясняешь им, что это будет им полезно. Например, давайте похвалим. Ну, опять же, мне кажется, Минфин очень часто выкладывает, когда просишь, кто еще Минобор, нет. Минобор вообще? Вот на самом деле, да, Минобор одно из худших министерств по открытости вообще, потому что, грубо говоря, у них даже нет данных, например, по средним результатам ЕГЭ по школам, они закрыты. И когда у нас была попытка собрать из отчетов, как бы руками эти данные, сделать их как бы в сервис встроить, то мы, да, столкнулись с противодействием Рособорнадзора на этот счет, насчет того, что им не понравилось, они начали нам писать странные письма про то, что мы незаконно эти данные берем и так далее, убирать их сервисы и так далее. Но мы ничего не стали убирать, потому что, по сути, требования не совсем соответствуют законодательству. А вот здесь вот как раз, возвращаясь к рейтингам Минобора по школам и вузам, поэтому и возникает так много вопросов на основании чего эти рейтинги выстраивают. Почему возникают вопросы? И так много обвинений, что они проплачены, что они там фальсифицированы и там играют то в одни ворота, то в другие. Вот и все. Да, и по сути, как раз открытые данные, они позволяют, ну, вот эти какие-то страны, ну, то есть открытие методологии, да, вопросы снять. И с ЦИКом, на самом деле, совсем новый же пример, когда они же выкладывали все протоколы вот этих участков на выборах в Приморье последних. Да, про выборы ты тоже хотел спросить. Вот, и там как раз был случай, что там же были доступны, так скажем, честные протоколы, первые, которые вводились за Ищенко, где он больше голосов набирал. И когда начали критиковать решение ЦИКа по поводу отмены выборов и говорили о том, что у нас же старые протоколы есть, просто откатитесь к старым, а не которые новые уже были введены, и вот вам будут результаты выборов. И ЦИК после этого скрыл старые версии протоколов из открытого доступа. Например, такой случай вот случился. Так, а еще кого похвалим, кроме Министерства финансов? Так, Министерство образования уже поругали. ГИБДД прекрасно. Московские власти, мне кажется, можно похвалить, они хорошо занимаются открытостью, то есть выкладывают информацию про школы. У них очень большой свой портал по открытым данным. По поводу ГИБДД, да, ну то есть данные по ДТП одни из лучших вообще в стране, из-за всех открытых, довольно подробные. Но если говорить там про всем МВД, то как бы нет, например, там, не знаю, на сих пор не открыты те же преступления, например. Не статистика, а прям вот данные по преступлениям. Например, в Казахстане они открыты уже во многих западных странах тоже. Есть карты, где можно прям увидеть, что в соседнем дворе угнали машину там месяц назад. А были случаи в вашей работе, когда вы трудились и натыкались на какую-то бомбу, на какую-то сенсацию, там, нас дурят всех, вот мы нашли правду, вот мы ее откопали. И сейчас опубликуем. Расследование. Восстановим справедливость. Ну, мне кажется, что вот прям каких-то таких вещей... Это такая очень кропотливая работа, нужно очень много работать над данными. В том числе это очень похоже на какую-то расследовательскую журналистику. Да, цели другие. Ты можешь месяц провести там, копаясь, и ничего не найти, например. А можешь найти что-то быстро. Если говорить, ну, были интересные исследования как раз там по Петербургским музеям, про то, что, например, там Исаакиевский собор единственный там доходный, ну, который прибыль приносил музей, и тот как бы потом перешел. То есть какие-то такие были... Тема, прозвучавшая громко тогда, совсем недодавно. Были исследования тоже про финансирование партий, в том числе про то, кто, как, какие юрлицы их финансируют и так далее на последних выборах. Ну, то есть какие-то такие исследования на данных позволяют, можно проводить. Где можно, на каких ресурсах посмотреть результаты вашей работы? Да, еще раз повторите, пожалуйста. Собственно, портал данные НКО. Есть у нас большой проект госзатраты совместно с Комитетом гражданских инициатив. Есть проект «Открытая полиция». Он в меньшей степени проданный, он больше просветительский, где мы разные памятки, рекомендации по общению с полицией публикуем. Проект «Открытый НКО». И, Сережа, твои? Ну, есть, да, проект «Российские школы», как раз, где мы пытались ЕГЭ собирать. Есть проект «Вотум» про выборы. Есть проект «Карта ДТП», где вот сейчас Кировская область, Москва доступна, можно смотреть. Вот, на самом деле, да, они в одном месте как-то, наверное, не собраны. Это надо просто как бы заходить в Google, искать, дописывать открытые данные, и там обычно находятся информации. Какие темы вам бы еще хотелось осветить, куда еще бы копнуть? Что, на ваш взгляд, еще остается не совсем таким прозрачным? Ну, наверное, если говорить про какие-то направления… Забываю уже про Минобору. Направления, в которые хотим работать, это, да, политические данные. То есть интересно все-таки сохранять эту историю. Не дай бог, например, там, сайт ЦИК в один момент перестанет работать, и мы потеряем гигантский архив очень важной общей информации за 10 лет о том, что происходило, кто там был, не знаю, на участке, какие комиссии, какие результаты, протоколы. Это бы надо все сохранять. И, наверное, направление, связанное, опять же, с ДТП, на мой взгляд, довольно недооцененные данные. И, наверное, как раз правоохранительные. То есть решения судов, они сейчас доступны в открытом доступе, все решения судов, но они, так скажем, не вставлены в какой-то сервис удобный. То есть есть там Росправосудие, какие-то сервисы, но на них очень большое давление оказывается за то, что они раскрывают эти данные. И вот, наверное, не хватает какой-то пока вот именно в сфере тоже правоохранительных органов. То есть они довольно закрыты остаются. И вот, наверное, интересно в эту сторону сейчас двигаться. Давайте вернемся к НКО. Давайте, да. Потому что когда мы говорим об открытых данных, приводим примеры, НКО могут подумать как раз, ну, потому что это популяризируется, понятно, Алексеем Навальным и так далее, что это может быть какая-то протестная деятельность, может быть, это еще что-то, да. И просто обычный практический подход к этим вещам для НКОшников, в общем, неизвестен до сих пор, под всеми его печатями, зачем это им все нужно. И вы сегодня как раз им в течение двух часов разжевывали, что это такое, почему это важно, полезно, открыто и официально все. Давайте пройдемся вот как раз по каким-то примерам, которые вы сегодня приводили представителям некоммерческих организаций. Сергей, да. Основные примеры, наверное, они связаны с тем, как использовать данные для какого-то взаимодействия с внешним миром для НКО, то есть для пиара, с журналистами, с другими НКО. То есть, например, некоторые НКО, которые помогают детям, есть проблема, что, например, один и тот же ребенок обращается в несколько НКО, и эти НКО не знают, что он обращался в другие, и начинают выделять деньги, например, на одну и ту же помощь с двух НКО, то есть получается такое дублирование сумм. А кто-то остается вообще без внимания. Да, и вот суть в том, что НКО, например, не хватает каких-то умений вот этими данными обмениваться, кого они поддерживают, чтобы вот таких случаев не возникало, например. Примеры есть, опять же, те же с ДТП, да, то есть карта ДТП вполне отличный пример, какое-то показание важности проблемы ДТП, сколько людей гибнет, и создание вот на основе данных таких сервисов тоже в этом помогает. Есть примеры, например, декларатора, на мой взгляд, очень хорошие. Это проект, где НКО собирают декларации чиновников, но суть в том, что они лежат там в неудобном виде на сайтах муниципалитетов. Деклараторы, смотрите, отчеты о доходах, особенности вот этих вещей. Да, да, отчеты чиновников, да. И тяжело их анализировать машина, то есть, например, тяжело построить какую-то графику, как у чиновника там росли доходы, потому что это просто там PDF-ки, которые автоматически не проанализируешь. И вот суть в том, что это НКО как раз собирает и вводит их в такой машиночитаемый формат, чтобы потом, например, не знаю, можно было делать приложение, или журналистам был упрощен поиск по этим декларациям и так далее. И вот отличный пример того. И сейчас как бы очень многие медиа, если им нужны декларации, они идут на этот сайт, они ссылаются на этот сайт, и это очень хорошо, я думаю, влияет и как на деятельность НКО, на то, что получаются какие-то переходы на их сайт и для пиара. Да, мы всегда говорим, что информационная открытость некоммерческим организациям помогает привлечь к их деятельности волонтеров, в том числе программистов, которые, в общем-то, на начальном этапе, когда нарабатывают себе опыт, портфолио, они готовы делать бесплатно социально значимые проекты. И вот вы поделитесь данными, есть у вас экологическая организация, у вас там есть карта незаконных свалок, поделитесь данными с разработчиками, они вам помогут сделать ее интерактивной, понятной, вы сможете это как-то использовать на своем сайте. Это как раз вопрос о ресурсах, которые всегда стоят перед НКО. Где найти специалистов, кто поработает без денег, и с этой проблемой столкнувшись раз, два, три, они опускают руки, НКОшники, и думают, что нет, это практически недостижимо, невозможно потратить деньги на айтишника, это же безумные деньги, правда? И вот как раз действительно такие коммуникации через интернет, открытые данные, они покажут, что не только в Кирове можно искать, например, тех же специалистов компьютерной грамотности. Даже в Кирове они стоят не так дорого, как в Москве. Поэтому, как сегодня сказал Сергей, стоит предложение, вторую цифру, которую он сказал после этого, что это месяца два-три работы. Это важнее, на самом деле, для НКО, что это два месяца работы, потому что если берем цены Москвы и Кирова, это отличие будет уже раз в два-три. То есть в Кирове это можно делать тысяч за 50-70, условно, а в Москве это будет уже... В месяц? Нет, всего. А в Москве это будет уже... Сергей, надо... Да, там 200-300 тысяч, да? Да, поэтому даже наоборот, искать в Кирове программистов, возможно, более удачная идея Длинка О, чем там в Москве их искать. То есть на аутсорсе такой? Ну да, да, да. На удаленке какой-то. Любопытно. Кто сегодня был, скажите, пожалуйста, на скалозы интересованы темы? Сегодня было много организаций. Сегодня, знаете, я, наверное, впервые видел такой полный зал в обществе знания. Там было человек, наверное, больше сорока. Первый зал в обществе знания. Нет, реально было. Нет, сегодня много было людей. Было для меня удивление. Да, это были активные организации города Кирова. Все-таки те, кто уже пытаются получать деньги грантовые и получают их регулярно, они понимают, что есть какие-то вещи, которых они не знают, и надо успевать за трендами. Ну вот на что сейчас конкретный запрос, то, о чем мы говорим в этой области, есть у наших МКО, социальный айтир. Сегодня, поскольку мало у кого вообще есть кадры именно айтишные, мало кто может себе что-то позволить в этом формате. Они что-то слышали, что-то понимают, поэтому они ищут больше, пока это формат первый, это понятие, что это такое. И второе, как мы можем успеть, если вдруг скажут, что все, этот поезд уже отходит, как мы в него можем успеть, с чем мы туда можем попасть. Поэтому сегодня, да, это был больше такой информационный выход. Ознакомительная встреча. О том, что есть такая штука. Как этим пользоваться, да, это вот, как они тоже рассказывали, что это проводятся, ну, или другие форматы, то есть есть там их хакатоны, это двухдневные какие-то мероприятия, и прочие вещи, наверное, потом лучше рассказать Наталья. То есть если мы что-то хотим, есть какая-то задача, можно переводить в такой формат. И тут уже можно выходить, да, и к нам, уже к нашим студентам. У нас тоже хорошие студенты в Кирове, мы знаем, что... Опорно в университете. Да, естественно, да. Айтишники. Да, и мы встречаемся там, будет через два часа у нас там встреча, об этом уговорить. Ой, я как раз хотела спросить, подарите ли вы эти знания нашим студентам? Ну вот я думаю, что мы сегодня должны договориться. Я не знаю, как у коллег мнение. Сегодня договоримся? Я думаю, да, это отличная возможность вовлекать какое-то местное сообщество, связи строить между НКО и Айти, и здесь на местах, как бы они не через Москву, как бы это делать. Так, пора нам сделать небольшую паузу, да? У нас реклама на минуту сейчас будет. Сергей Устинов, сооснователь агентства «Медиаган», эксперт по открытым данным цифровому городу, Наталья Кис, LPR-менеджер автономной некоммерческой организации информационной культуры и Николай Плюснин, консультант офиса инициативного бюджетирования. Это наши гости, мы вернемся через минуту. Продолжаем разговор. Работаем. Мы просвещаемся и просвещаем вас, слушатели, если вы еще не в курсе, что такое открытые данные и как их можно использовать и в своей жизни, в своей работе. В частности, мы говорим о том, что сегодня представители некоммерческих организаций погружались в эту тему. Общество знания устраивало вот такой семинар и надеемся, что чуть позже в ВИАДГУ, в нашем опорном вузе, и студенты также получат возможность пообщаться с нашими экспертами, гостями студии, Сергеем Устиновым, сооснователем агентства Медиаган, первое в России агентство журналистики данных, экспертом по открытым данным и цифровому городу. Наталья Кисель у нас в гостях, пиар-менеджер автономной некоммерческой организации информационная культура. Николаю Плюснину, спасибо, что позволил нам пообщаться с экспертами. Николай Плюснин, консультант офиса инициативного бюджетирования. Коль, я не очень поняла, что ты попросил Наталью в перерыве озвучить. Может быть, ты повторишь, это, вероятно, очень важно. Давайте это сделаем. Посмотрите, просто у информакультуры много лет шел конкурс с министерством финансов, где были, где был конкурс, когда, я понимаю, именно то, что делались приложения и иные варианты, как перевести бюджет, то, что, собственно, есть основа работы любого органа власти и даже государства, в понятные цифры и факты. Вот, собственно, этот проект, я знаю, шел очень давно, просто, об этом и попросила Наташа рассказать. Да, мы как раз-таки для просвещения и популяризации деятельности выбрали такой формат, как конкурс, потому что Минфин в какой-то момент опубликовал большое количество данных, но с ними нужно что-то делать, и, в общем, мы привлекли разработчиков, журналистов, дизайнеров, которые создавали на основе этих данных проекты, приложения, веб-сервисы, инфографика, визуализация бюджета, чтобы, в общем, в понятной уже таки форме доносить до обычных граждан все то, что содержится в исходных данных о бюджетах. непростую задачу надо еще реализовать, надо упрощать так, чтобы вообще не превратить это в какую-то профанацию, да? Вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть все вот эти подходы заумные. В общем, да, чтобы можно было. Вот как раз-таки данные, вопрос о доверии поднимает, что другой разработчик может прийти и перепроверить, когда есть исходные данные, чтобы, а вот эта инфографика, это исследование, его выводы, они корректны вообще или нет? Когда исходные данные лежат, в общем, легко проверить эту всю ситуацию, и как раз мы эту идеологию пропагандируем и стараемся, в общем, об этом же рассказать и некоммерческим организациям, что вы, когда провели какое-то исследование, доноры хотят знать, вот ваши выводы, они корректны, мы выделяем деньги на финансирование этой некоммерческой организации, а она действительно ли так тратит их, как заявляет и декларирует? На самом деле, тот действительно очень важный, вот вы привели пример с бюджетами, это правда здорово, потому что, когда бюджеты обсуждаются на уровне региона или на уровне муниципалитета, вот нам предстоит как раз в эту осень буквально вот уже, да, принимать бюджеты и областные и городской, там вот эти все бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, это три часа, там, значит, кто-то зачитал, там, Министерство финансов, кто-то выступил, никто ничего не понимает, журналисты сидят, напряженно слушают, потом, значит, что-то там выписывают, делают вид, что все понимают. Мы, значит, пригласили 333 депутата, чиновника, чтобы они рассказали нам про бюджет, в итоге, что остается в сухом остатке у слушателей, например, нашей радиостанции, это все плохо, бюджет маленький, это мы знаем, что тут слушать, и все будет плохо. Потом, значит, наваливают нам, что вот такая еще федеральная программа, СИКАЯ, федеральная там, инвестиции и так далее, и вот мы смотрим в последние годы, денег все больше, 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 а какого-то там прорыва и куда это все тратилось и как это потом контролировалось, мы еще осознать не можем, да, какой-то Брам появляется, не какой-то, а Виталий. Он, значит, свою деятельность развивает, и он единственный, кто присутствует во всех СМИ и начинает копать где-то, но он не может обет, не обетная. Виталий Викторович, прости за какой-то Брам, человеку 30 лет недавно исполнилось. Поздравляли мы его в прямом эфире. Совершенно зрелый мужчина. Да, но он не может клонироваться, хотя хотелось бы, конечно, Виталий, чтобы такое произошло. Да, ну, правда, потому что становится, например, понятно, как работает крупнейшая управляющая компания, и куда уходят деньги, становится понятно, как работает ЭТП, и куда уходят деньги, и по всем категориям хотелось бы, чтобы людям было понятно, потому что только в этом случае возможен и контроль, и ответ. И поэтому обладение вот этими открытыми данными и возможность изложения их в понятном виде, конечно, абсолютно необходим, но пока этим занимаются вот специалисты, активисты, там, да, журналисты и прочее. Хотелось бы, чтобы об этом научились, конечно же, и чиновники, но все-таки у нас Володя сомнений выразил в начале программы, и оно остается, что это действительно в интересах некоторых ведомств какие-то стремятся, мы ведомства перечислили, какие-то нет. Общий тренд государства, как вы вот сейчас видите, это все-таки на закрытость все-таки в дальнейшем этих данных, или, тем не менее, и в том числе благодаря вашей деятельности пробивается, да, этот тренд, что нет, будут открывать данные. Если мы не выложим, то там все равно специалисты все сведут и опубликуют. Ну, мне кажется, что был какой-то очень большой всплеск несколько лет назад, когда вот было открытое правительство, еще когда вот были инициативы все, они гораздо удачнее продвигались. Сейчас, конечно, тренд пошел, мне кажется, немного по не спадающей, но, несмотря на это, есть некие исключения, там, не знаю, вот Министерство культуры последний год, они очень классно стали раскрывать очень много данных полезных, делали приложения там с VR и так далее для музеев. И мне кажется, что вот отдельные инициативы, они сейчас начинают прорастать, да, то есть это до этого была какая-то волна, где вот как раз, да, заложили какую-то основу, где-то кто-то открылся, а сейчас вот начинает уже, как сказать, общий тренд спал, но какие-то активности отдельные, они прям очень хорошо сейчас начинают выстреливать и расти. Да, вопрос об эффективности. Ведь, допустим, бизнес, он же весь сейчас про данные, мне кажется, какая только корпорация. Еще раз, какой бизнес? Любой бизнес сейчас говорит о том, что надо работать с бигдатой, эти слова просто на каждой конференции звучат, и к тому, что когда... Кто владеет информацией, кто владеет миром, да? когда те же самые министерства понимают, что в этом есть эффект и польза, они начинают раскрываться сами. Мы, допустим, видим, что счетная палата сейчас очень много планов по работе с открытыми данными заявляет, и надеемся... Госпожа Голикова ее возглавила, наметила какие-то... Кудрин. Не привык еще к этим новым перестановкам, да. Я еще хочу спросить, Николай, как представитель Офиса консультантов инициативного бюджетирования, ну, как известно, у нас в регионе две формы реализуются, да, это народный бюджет и ППМИ, а вы вот как специалист в этой отрасли, каких вам данных не хватает, на что вы наталкиваетесь этакое... Ну, смотрите... В чем бы могли помочь вот наши специалисты? Ну, вот, сказать, в лоб каких? У нас вообще мало данных, вот реально. Чтобы они были понятными. Как вы сказали, Светлана, да. Вы еще вообще вслепую действовали. Мы исходим из того, что есть некая сумма в бюджете, обычно некая, которая будет выделена на проект поддержки местных инициатив. Точно знаем, какая будет на народный бюджет, но это уже суммы меньше. И у нас, наша работа, как мы ее видим, людям объяснить, что вы можете выйти в конкурс. Выиграть и не выиграть это другой вопрос. Когда мы будем знать, что... Я пишу на свои любимые темы, да, про законы про институтное бюджетирование, чтобы была некая гарантированная сумма, тогда нам будет проще работать. И нам, и людям, с кем мы общаемся, им будет проще планировать свою работу. Пока у нас и данных нет. Есть попытки перевести наши проекты в некую графику, в некий анализ, но тут тоже, собственно, я понимаю, что данные есть. Мы знаем, сколько стоит условно километр дороги в асфальте, сколько стоит в Себенке. На сайте Минсоцразвития регионального там есть инфографика. Есть, она сейчас появляется, но она еще очень... еще не в том виде, чтобы ее можно было хорошо переработать. То есть, они сами добавляют в том виде, в каком могут. Данные именно открытых, вот именно в том виде, это будет понятно для работы программиста, переработки пока нет. Я думаю, что было бы интересно сделать такую вещь, и даже в целом по России это было бы интересно, но пока мало понятно как. То есть, потому что было бы интересно сделать это в виде графики, это было бы разумно. Вот, ну и просто сегодня по поводу графики, вот мы сегодня говорили с Сергеем, он показал, как карту поэкватировал, где идут аварии, все ровненько, Воровского понятно, Московская понятно, Аттенский проспект понятно. Я видел у него другую карту по городу Махачкале, где у него такое красное пятно в Каспийском море. Это что туда? Машины туда вылетают? В Каспийском море? это вопрос уже про качество данных, которые государство раскрывает и даже собирает. То есть, да, проблема была в Махачкале, что там почему-то координаты были у половины ДТП настолько как бы невалидные, что они наполовину в море где-то были, и приходилось эти координаты возвращать по адресу, искать более правильные, чтобы какая-то картина появилась, какие перекрестки опасны, какие нет, приходится очень много такой работы с государственными данными тоже делать. Такую, наверное, очень большая часть затрат как бы временно уходит на то, чтобы эти данные причесать. горячие дагестанские чиновники как-то свалили сюда в одну кучу. Но мы же сделали, сделали, все хорошо. Так, Николай, если наша социально ориентированная НКУ заинтересуется, и они, надеюсь, все заинтересовались, кто будет конкретно у нас заниматься? Это хороший вопрос. Поэтому мы сегодня поговорим с университетом, и я думаю, Наталья обещала, что будет нас приглашать на свои мероприятия, и потом, Наталья, можете пояснить? У нас в ноябре планируется большой хакатон, где мы для некоммерческих организаций, которые готовы дать свои данные, постараемся найти команды разработчиков, которые для них сделают полезный сервис, инфографику на основе этих данных. Вот, поэтому будем рады видеть всех, тем более, что хакатон это такое соревнование разработчиков, да, поясню. Пожалуйста. Прошу прощения. Да, нужно пояснить, что такое хакатон. Это соревнование разработчиков, которое проходит в течение дня, в течение двух дней они создают некие проекты и потом по итогам лучшие получают даже призы. В общем, такой стимул для них попробовать что-то новое еще и принести пользу некоммерческим организациям, у которых, как обычно, не хватает ресурсов. Мы прекрасно. Где он будет проходить? Он будет проходить в Москве, но так как интернет объединяет всех на любых расстояниях, мы готовы с удовольствием и пригласить кировские некоммерческие организации. Кто составляет костяк движения, в котором вы находитесь? Кто эти люди? Студенты в основном. Сергей, поясните, пожалуйста. Люди молодые, неравнодушные. Ну, то есть, велика ли ваша команда? Да. Кто эти люди? Ну, есть на самом деле просто некоммерческие организации, например, инфокультура, которая отлично продвигает как раз это все движение про открытые данные. есть. Ну, кто конкретно эти люди? Иван Бехтин, глава инфокультуры. Основная работа есть, нет ни основной работы. Ну, основная работа как раз Ивана, это вот заниматься тем, что, продвигать открытые данные, чтобы они больше открывались, создавать проекты на основе этих открытых данных, типа, вот, госзатрат, когда контракторы скрываются. То есть, это тоже социальное предпринимательство, да? Ну, это НКО, то есть, я бы не сказал, что там есть предпринимательство, здесь скорее речь именно про чисто пользу общественному. А если говорить о нашем сообществе, которое, в общем, мы на протяжении нескольких лет формируем, то возраст очень разный, если смотреть на наши мероприятия, ну, начиная от студенчества до 35-40 лет наша целевая аудитория, потому что, в общем, Вот еще вопрос, последний, это движуха, вот уж простите за такое слово, движуха, она вся сосредоточена в столице, либо в других крупных российских городах тоже есть очень. Я бы сказал, что в столицах, конечно, она гораздо лучше развита, больше хакатонов, там, конкурсов проходит, но сейчас, да, за счет того, что можно дистанционно участвовать, вовлекаются регионы, вот, но пока, как бы, как сказать, физически там мало мероприятий, откровенно говоря, проводится, но дистанционно возможности есть, конечно, у всех. Вебинары есть у вас? Да, у нас есть вебинары. Куда идти в соцсетях? Лучше всего искать нас как инфокультуру. Мы есть во всех соцсетях, у нас есть сайт и даже есть онлайн-курс, в том числе, Сережа, рассказывает. Есть чаты там в телеграммах, там полностью есть Open Data Russia Chat, и там почти тысяча человек состоится в всей России, где обсуждают, где данные найти, как что-нибудь сделать. Инфокультура и Open Data Russia Chat в телеграмме. Сергей Устинов, Наталья Кисель, вот там их можно найти, задать свои вопросы, возможно влиться в это движение, поучаствовать в этом процессе. Спасибо Николаю Плюснину, что пригласил к нам этих замечательных людей. Завершен дневной разворот, его сегодня для вас вели Владимир Сметанин и Светлана Занько. Я не прощаюсь, продолжу заниматься раскрытием данных через 20 минут в детских садах. Совершенно верно. Лариса Кописова, замглава администрации. придет к нам в гости. Вы слушайте внимательно, потому что все, что касается мест в детских садиках, школах, а также социальной и образовательной инфраструктуры в этом городе, все в ее руках. Она обещала, и она обычно так и делает, ничего не скрывать, на все вопросы ответит. Через 20 минут в интервью вы с ней встретитесь. Мы прощаемся. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...